19 апреля 90-летний юбилей отметил профессор-консультант кафедры теоретической физики Института физики Казанского Федерального Университета, доктор физико-математических наук Борис Кочелаев. В его честь прошел концерт «Любимые песни и романсы». Аудитория Института физики собрала учеников, коллег и друзей юбиляра. Каждый из них пришел поздравить любимого друга и уважаемого учителя, послушать романсы в исполнении студентов, аспирантов, сотрудников, а также участников профессор-шоу. В концерте принял участие директор Института физики Марат Гафуров. Казанские университеты празднуем 220 лет, поэтому нам не гоже забывать ни своих учителей, ни своих наставников, ни своих сотрудников, ни даже наших студентов, с кем мы вместе работаем. Все из нас они важны, ценны и мы думаем долгих лет и долгого творчества. Борис Иванович с детства любил петь, с детства любил музыку и где-то лет пять назад он сделал следующие мероприятия. Сам придумал, сочинил, он провел несколько вечеров романсов. Это имело достаточно большой успех на физфаке и поэтому к его юбилею он попросил без всякого официоза. Единственное, что он согласился, это на этот вечер. Борис Кочелаев родился в 1934 году. В 1957 году окончил Казанский университет, а с 1958 года начал в нем свою педагогическую деятельность. В числе популярных наград медаль за освоение целинных земель, орден трудового красного знамени, медаль ветеран труда, орден почета, государственная премия Республики Татарстан в области наук и техники. Участвовал в организации и проведении многих международных научных конференций, в частности по магнитному резонансу. Возглавлял кафедру теоретической физики Казанского университета. Профессор Кочелаев создал свою научную школу, подготовив 33 кандидата наук, из которых 11 защитили докторские диссертации. Когда стал преподавать сам, конечно, это было ответственное дело. И я очень всерьез к этому относился. Отметим, что в день рождения Бориса Ивановича также вышел посвященный ему специальный выпуск журнала Magnetic Resonance Insolids, составленный из статей его коллег и учеников. Журнал входит в базы данных Web of Science и Scopus. Важно, что создателем этого журнала является сам Борис Кочелаев. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.